В самом отдаленном селе Бешкент, что в Лейлекском районе Баткенской области, проживает около 13 тысяч человек. По сути, Лейлек – наиболее проблемный район этой области – полуанклав, который на 80% заходит на территорию Таджикистана. Чтобы обратиться в милицию, местным жителям приходилось преодолевать более чем 80 километров. Теперь жителям не надо тратить свое время. В селе открыли новый поселковый отдел милиции и общественно-профилактический центр. Чтобы обратиться в милицию по поводу какого-либо преступления, нам приходилось ехать в районный центр. А ведь это очень далеко, тем более, что транспорт не у всех есть. В кыргызском селе Махсат, которое расположено всего в 500 километров от границы с Таджикистаном, жители в целях собственной безопасности методом Ашар начали строить новое здание отдела милиции. Ранее здесь из-за поливной воды и из-за мест для выпаса скота часто возникали приграничные конфликты. Я думаю, в последние 20 лет первый раз слышу, что народ строит для милиционеров дом. Значит, в этом нуждается, во-первых. Во-вторых, уже доверие населения уже есть. 500 метров уже Таджикистан. Приграничные конфликты, активизация религиозно-экстремистских организаций и наркотрафик. Все эти вопросы глава МВД Милис Тургамбаев обсудил с начальником УВД Согдинской области Таджикистана Шарифом Назаровым. Обе стороны пришли к мнению, что необходимо совместное противодействие экстремизму, терроризму, а также обмен информацией. Мы постоянно обмениваемся информацией по религиозному экстремизму и терроризму. У нас есть налаженный обмен информацией. У нас было совместное мероприятие, несколько раз провели совместное мероприятие. И, наконец, сейчас за счет МВД начато строительство здания ОВД Сузакского района Джаалабадской области. Дело в том, что сотрудники Октябрьского поселкового отделения милиции, выполняя служебный долг, каждый день рисковали собственной жизнью. Потому что в построенном в 1971 году здании ни разу не проводился капитальный ремонт. Да и построено оно было с архитектурными нарушениями, то есть без фундамента. Поэтому милист Тургамбаев решил снести это здание и построить новый. Опорные пункты открыли также и в Кадамджайском районе Баткенской области, и в Сузакском районе Джаалабадской области. Сайкал Султанкулова, Медержян Биишев, Общественный Первый канал.